Старая детская площадка, расположенная на лесной улице, была оборудована жителями и не соответствовала требованиям безопасности. Игровое пространство популярно не только среди местного населения. Родители с детьми со всего города посещали эту зону отдыха в тихом и зеленом районе Видного. Лесная улица, она очень спокойная. Здесь машины, только местных домов. Здесь приходят не только с нашей улицы, с центральной, еще и приходят с медицинской, с радиальных трех. Гуляют мамочки и здесь всегда на детской площадке они и говорят, что у вас очень тихо и спокойно. Здесь было очень старое, буквально без покрытия, просто трава, автомобильные шины, по которым прыгали дети. Ну то есть очень старая советская площадка. В середине мая на этом месте начались работы по установке новой детской площадки. Жители обращались к нам по поводу вот этого места, чтобы облагородили его, чтобы сделали им спортивную площадку, чтобы провели красивое благоустройство. Но зеленых насаждений здесь очень много, в принципе, этого достаточно. Но не хватало вот именно спортивной площадки и хорошей детской площадки современной. Сейчас над строительством нового игрового и спортивного комплекса работают две бригады. Идет укладка основания, далее будет проведено асфальтирование и установка малых архитектурных форм для детей в возрасте от 7 до 14 лет. На детской площадке будет элемент большой спортивный городок с горкой. Будут элементы двойные качели, это гнездо и качели для маленьких деток. Виктория Александровская рассказывает, что местных жителей особенно обрадовала новость о том, что рядом с детской площадкой будет и спортивная зона с уличными тренажерами. Особенно мы добивались площадку для спортивных тренажеров воркаут, поскольку много людей пенсионного, предпенсионного возраста, которые очень хотят заниматься здесь. Поэтому мы очень рады, надеемся, что площадка будет сделана так же, как сделана в центральной части города, с навесом, по всем правилам. Здесь будет тренажер гребли, тренажер жима от груди, тренажер хоккей, альпинист. Всего шесть элементов будет под навесом, где можно будет заниматься спортом активно. Елку на детской площадке жители лесной улицы традиционно наряжают к новогодним праздникам. И при благоустройстве были учтены просьбы, чтобы оставить ее на том же месте. Все работы по благоустройству будут завершены до 30 июля. В планах у местного населения организовать торжественное открытие новой зоны отдыха на лесной улице. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.